Не знаешь, чем занять себя тоскливым, как бабушка у эскалатора вечером? Хочешь поглазеть на девочек или же просто ищешь рецепт запеканки из пельменей? Тогда ты открыл нужное видео. Третий еженедельник Мисс Меет начинается специально для тебя. Ну, про пельмешки мы, конечно, немного приврали. Никит, подвяз писать будешь? Блин, точно. Потеряв в очередной раз сумочки в своей ключи, девочки решили отточить навыки ищейки и отправились не на курсы молодого охранника, а на захватывающую, как военкомат, во время весеннего призыва к вест-игру «Испытание». Готово. Все. Ребята, есть у кого жвачка? Мне еще у девочек интервью брать, а? Ты когда-нибудь читала Дарью Донцову? Да. Как думаешь, может ли она помочь в расследовании преступления? Нет. А вот как думаешь, скандворды могут помочь в расследовании преступления? Нет. А почему? Ну, хотя нет, частично. Они помогают тебе, ну, не стандартно, можно сказать, мыслить. Мыслить. Наташ. Да. Что самое трудное в работе с сыщиками с ним разговаривали? Найти кодекс-замочку. А у следователей в полиции такая же работа сложная, как думаешь? Нет. Проще. А что делают следователи? Ищут убийц. Как часто в жизни ты проходишь квесты? Каждый день. И что же это за квесты? Найти подходящую одежду в универх. Сегодня ты нашла ее или так, что попала на дело? Конечно, нашла. Одежда не нравится. Мне моя одежда вообще очень нравится. Спасибо, что подборала мне ее. Оставив весь свой пыл на чайной церемонии, наши участницы, спокойные как ректор после аккредитации, продолжили свое обучение по самообороне без агрессии с обладателем четвертого дана по айкидо айкикай, буйдой Андреем Павловичем. Смотрим. 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 Ушу или укушу? Ушу. Но если не пройдет, то укушу. Каратэ-до переводится как путь пустой руки. Как переводится айкидо? Путь руки, которая занята. Как вы считаете, смогут ли они применить навыки, полученные у вас в реальной жизни? Два мастер-класса, конечно, маловато, но я все-таки надеюсь, что вот именно приемы самообороны без агрессии, где нет никакого ничего искусственного, все то же, что и в жизни. Я надеюсь, что вот именно эта естественность, она поможет им в случае опасности с минимальными потерями выйти из ситуации. Какой же у тебя ужасный голос? Это, конечно, правда. Не то, что у наших девочек, ведь с помощью их голоса можно разбить стекло, усыпить младенца, а также договориться с Янисом по поводу дополнительного мастер-класса по вокалу. Что из этого вышло, давайте узнаем. Каждый хороший певец хочет получить золотой граммофон или подобную премию. И получает ее. А вот какую премию достойно получить ты? Я хотела бы такую же. Какую? Как у меня? Вот эту вот петличку? Нет, нет, нет. Вот золотой граммофон, вот эти вот все. Но для этого нужно вот пахать и пахать. Попел сам, послушай другого. Именно такая, только что придуманная поговорка идеально описывает сегодняшний день наших финалисток. Ведь сразу после мастер-класса по вокалу они отправились на милый и домашний, как тариф у мегафона, квартирник. Зритель, как правильно с ним поздороваться, чтобы он тебя хорошо принял? Ну, как бы вот передать всю энергию, такой позитив, типа, эгэй, привет, ребята, я там буду сейчас пить вам. А ты как здороваешься? Такая, а, здрасте. Тебе выступать перед две дни, такими, добрыми, хорошими. Сначала было страшно, потому что я это впервые здесь делала, но потом, когда уже это все прошло и так выдохнуло, вырониклась атмосфера. На самом деле, на самом деле, здесь очень, как мне понравилось. Слушай, почему квартиры вносит именно такое название? Ну, потому что тут такая атмосфера, очень теплая. Я, когда первый раз пришла, вообще обалдела просто, мне так понравилось. Здесь, сих пор, я посещаю каждую квартиру. Представься. Я Лезина Наталья. Кто твоя соперница? Дарья Бонзик. Что скажешь о ней? Блондинка. Представься. Бонзик Дарья. Кто твоя соперница? Лезиного Наталья. Пару слов о ней. Сегодня я на нее буду смотреть с высока. Вересковый Версус. А здравствуйте, ребятишки. Ну вот, снова Вересковый Версус. У наших девочек в руках, как всегда, крысы, которые первые сбежали с корабля. Что ты смеешься? Покажи лучше зрителям крыску. Вот именно нажав на эту крыску, наши девочки будут продемонстрировать то, что они готовы ответить на вопрос. Если они отвечают правильно, то они получают один балл. Если отвечают неправильно, то получают ноль балла, и ход переходит к другой девочке. Ну, вроде бы я все сказал. Девчонки, вам понятно все? Да. Тебе, девчонки, понятно все? Ну, уже я шучу, все смеются. Здорово. Голос за кадром будет читать вопросы. Мы едем, мы начинаем. Вперед. Как звали Лермонтова? Михаил. Вот первый балл подъехал, нормально. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 часа будет солнечная погода? Нет. Даша, а почему? Потому что будет ночь. Ну, вот видишь, уже начинаешь соображать. На край стола поставили жестяную банку, так, что две трети банки свисало со стола. Через некоторое время банка упала. Что было в ней? Я не знаю, не смотри. Лед. Что? Лед был, а потом встала вода. Вот оно как. Что случилось 31 февраля? Ничего. Как это ничего случилось? Как это ничего случилось? Так недовольно сказано 31 февраля, как будто выходной отобрали. Когда лучшее время для подсчета маленьких куриц? Когда они рождаются? Нет, там они еще такие себе, может, там кто-нибудь умрет. Их не время считать. Когда яйца... Эх, девочки, цыплят по осени считают. Как же знаменитая поговорка. Сколько звезд на флаге США? 51 или 53? 53. Нет, 50. Ответ. Вы там, кто-нибудь видны, сейчас думаете? А, ответ сейчас, да, один, несколько, любой. 51. Нет, правильно. Сколько штатов? Вот. Значит, 53. 53. Да? Да. Никому, балл, не засчитаем хорошим. Что-то какие-то выявлялые, знаете ли. Пока рога не закинет, на работу не поедет. Ну, все же мы знали этого человека или не человека. Ты вообще из Булыка должна знать. Дед Мороз? Ну. Ладно. Ну, троллейбусы Наташи не едят? Господи, Иисусе. Рога же. Бересковый версус. Хипстеры, люди творческие и многогранные. Как и наши красавицы. Только вместо того, чтобы надевать очки без стекол, девочки отправились под прицел фотоаппарата несравненного Дмитрия Тура, примерили на себя шедевральные платья от Style Dress и доверили своей великолепной словной пятеркой и вратарь волосы мастерам от Чудо-косы. Зачем все это? Ну, чтобы порадовать тебя, дорогой зритель. Хочешь еще? Тогда смотри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотите выглядеть на фотосессиях и торжественных приемах так же грациозно, как наши девочки? Тогда студия Style Dress специально для вас. Огромный выбор платьев на все случаи жизни не оставит равнодушным никого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На первой фотосессии вы фотографировались под водой. На какие еще экстремальные фотосессии ты готова? Наверное, что-нибудь в воздухе я бы попробовала. Ну, или совсем под водой. А какие еще образы будут? Образ в платье от спонсора и образ, который я выдаю, и вы увидите на фотосессии. Почему я выбрала именно тот образ? Ну, потому что я хотела сыграть на контрасте и показать, что я могла быть многогранной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Волосы сами не заплетутся, да и косметика на лицо сама ровно не ляжет. Именно поэтому вот уже второй год подряд золотые руки специалистов из студии Чудо-коса делают из наших участниц настоящее произведение искусства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вам работа с нашими девочками? В этом году, получается, тоже на две фотосессии их готовили. Сегодня было проще работать, потому что мы уже знаем, какие волосы у девочек, какой у них типаж. Вот, ну, получилось довольно-таки продуктивно и, по-моему, неплохо. Сколько в среднем времени уходит на создание такого-то прически, как у девочек? Ну, вообще, вечерние прически делаются полтора-два часа, но так как у нас фотосессия, мы постарались и сделали все, ну, там, минут за сорок на модель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время безжалостно. Вот уже третья же неделя подходит к концу. И, как вы могли заметить, каждый выпуск заканчивается какой-нибудь умной фразой. В этот раз я прибегнул к итальянскому языку. Ля донна. Ию нон балла. Сметро ди сорьедере. Нормале перли рентаменту. Что в переводе? Женщина, я танцую, женщина, я не танцую. Хватит, улыбаться, нормально с ориентацией. Женщина, я танцую, женщина, я не... Да дайте мне уже сказать, да? Подписывайтесь на Мисс Мед ВКонтакте и в Инстаграме. Ссылка на второй еженедельник в описании. С вами был Никита Сахаров. Пока! Субтитры подогнал Игорь Негода.